Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Трагедия на рейде. Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей из-за взрыва на танкере в порту Находки. Праздник народа. Фестиваль «Мы едины» прошел во Владивостоке 4 ноября с участием звездных гостей. Подарки от именинника. Информационное агентство ВладНьюс отметило день рождения раздачи горячих подарков жителям города. Неожиданно. Иду на работу тут. Спасибо, ребята. Очень приятно. Также в выпуске. Почетные гости. Главную базу Тихоокеанского флота впервые в истории посетил боевой корабль ВМС «Мьянмы». А еще расскажем губернаторские щенки. Олег Кожемяка решил раздать в хорошие руки шесть щенков породы Акито-Ину. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей из-за взрыва на танкере в порту Находки. В субботу на грузовой палубе танкера «Залив Америка» произошел несчастный случай, который привел к гибели людей. Трех членов экипажа выбросило в море. Двое из них погибли. Третий ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей. Его сейчас ищут. Всего на судне было 12 человек. По версии следствия, в заливе Находка возле мыса Астафьева. На танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте. ЧП случилось на грузовой палубе в районе пятого танка. Горения не наблюдалось. Дело возбуждено по статье 263 УК РФ. Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Судовладелец компания «Наяда» выплатит семьям погибших моряков по миллиону рублей. А также оплатит все расходы по организации погремения своих моряков. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тысяч рублей. И ответственность судовладельцев за гибель моряков застрахована на 30 тысяч долларов на каждого члена экипажа судна, уточнили в «Наяде». Коллектив компании выразил свои соболезнования родным и близким погибших. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что угрозы ущерба экологии в бухте находки из-за взрыва на нефтепловильном танкере нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. В момент происшествия танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Судно не получило серьезных повреждений, которые могли бы повлиять на его способность самостоятельно дойти до порта. Житель Приморья пострадал в результате нападения амурского тигра. Об этом инциденте сообщили в ОМВД края. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Но уже по имеющимся данным известно, что у охотника было разрешение на охоту и оружие зарегистрировано по всем нормам. Тигр напал на приморца в лесу на территории охотхозяйства недалеко от села Коруновка. Ему удалось отпугнуть зверя, произведя несколько выстрелов в воздух. На данный момент мужчина госпитализирован. Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску проводят доследственную проверку по факту инцидента. Несмотря на широкомасштабные рейды, которые проводила в минувшие выходные ГИБДД, страшная авария произошла в Приморье. В районе 488-го километра автодороги Уссури-Хабаровск-Владивосток легковой автомобиль столкнулся с трактором. Авария произошла в темное время суток. В результате удара травмы, несовместимые с жизнью, получили водители и пассажиры Тойоты Приус, 24-летняя женщина и 4-летний мальчик. По сообщению представителя ОМВД, стаж водителя легковушки составляет два года. И он уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. На данный момент по факту ДТП ведется проверка. Минувшие выходные стали знаковыми для Тихоокеанского флота. Впервые в истории в порту Владивостока состояла встреча боевого корабля ВМС Мьянмы. По традиции девушки в русских национальных костюмах предложили гостям из Мьянмы хлеб и соль. Оркестр ТОВ исполнил гимны двух стран. На борту Муатамы состояла встреча командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОВ контр-адмирала Владимира Якушева с командующим вторым флотом ВМС Мьянмы Тейней Тха. Офицер Мьянмы ВМС поблагодарил российскую сторону за прием и выразил надежду, что связи между флотами двух стран будут укрепляться. В период стоянки во Владивостоке моряки с корабля «Гостя» посетили музей Тихоокеанского флота и мемориальную подводную лодку С-56, познакомились с достопримечательностями города. А накануне 4 ноября прошла церемония проводов корабля-дока вертолета-носца «Маатама». Корабль вышел из бухты «Золотой рог» и в сопровождении ракетного катера ТОВ взял курс на кромку российских территориальных вод. Фестиваль «Мы едины» прошел во Владивостоке в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября. На площади борцов за власть советов были организованы обширные спортивные и творческие зоны. А также прошел концерт с участием представителей национальностей и хедлайнера мероприятия «Певицы Чили». Подробности расскажет Светлана Садовая. Шашки, стритбол, городки, мини-футбол, прохождение лабиринта для самых закаленных, обливания холодной водой, несмотря на уже довольно холодную погоду. Различными спортивными состязаниями начались гуляния в честь Дня народного единства на центральной площади Дальневосточной столицы. Участниками праздничного фестиваля «Мы едины» стали не только делегации из множества муниципалитетов края, но и спортивные команды из других регионов Дальнего Востока. По периметру площади шатры с национальными кухнями, открытыми для дегустации. Пельмени, бузы, хинкали здесь соседствуют с чаем из самовара, баранками, азиатской лапшой и люля-кебабом. Русская, грузинская, белорусская, еврейская, украинская, молдавская, паназиатская. Обилие национальной еды еще раз подчеркивает Приморье – многонациональный край, процветание которого во многом зависит от дружбы народов и взаимовыручки. Наша страна многонациональная, у нас очень много различных людей интересных живет. И для объединения общим духом это очень нужно, конечно. Сегодняшний праздник объединяет. У нас достаточно много в Приморском крае и вообще в России живет народов, как украинцев, белорусов, других национальностей. И, естественно, хочется, чтобы просто все дружили, не воевали между собой, были едины. И тем более такие мероприятия, они объединяют людей. Мы вместе, мы едины. Так же, как наши предки, честно работаем во благо наших семей, во благо развития региона и отчизны. В этот день развлечение нашлось и для любителей прикладного творчества. Дети с удовольствием раскрашивали фигурки из гипса, плели из бисера. Взрослые даже пробовали прясть. Отдельную площадку организовали для участников киберспорта. Ой, вы знаете, все это чудо. Это настолько прекрасно, весело, задорно. Даже не можешь представить, как хорошо, как радостно. На сцене прошла музыкальная программа, которая включила в себя выступления музыкальных коллективов «Голос времени» и музыкантов-инструменталистов. Кроме музыкальных представлений состоялась презентация национального костюма и театрализованные выступления по мотивам самых популярных национальных сказок. Послушать выступления артистов на центральной площади города пришли несколько сотен жителей и гостей столицы Приморья. Хедлайнером фестиваля во Владивостоке в этот раз стала известная российская группа «Чили». Привет, Владивосток! Очень приятно сегодня быть здесь с вами. Вы для меня город будущего. За 45 минут концерта «Чили» исполнили 12 песен. Солистка группы Ирина Забияка, обратившись со сцены к зрителям, отметила, что Владивосток для неё – это город будущего. Она пожелала каждому жителю и гостю города любви, удачи и гармонии. ПЕСНЯ Светлана Садова, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, сразу после которой. Подарки от именинника. Информационное агентство Владниус отметило день рождения раздачи горячих подарков жителям города. Губернаторские щенки. Олег Кожемяка решил отдать в хорошие руки шесть щенков породы Акитоину. Видеобитва. Приморцев приглашают принять участие в фестивале кино и видеоискусства «Смотрифест». Партнёр выпуска новостей – Торговый дом. Планета безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче всё в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Подарки от именинника. Информационное агентство Владниус отметило день рождения раздачи горячих подарков жителям города. Губернаторские щенки. Олег Кожемяка решил отдать в хорошие руки шесть щенков породы Акитоину. Видеобитва. Приморцев приглашают принять участие в фестивале кино и видеоискусства «Смотрифест». Реа Владнюс празднует день рождения. Одному из самых популярных интернет-изданий во Владивостоке стукнуло 22 года. Отметить красивую дату работники решили необычной акцией. Представители портала новостей бесплатно раздали горожанам несколько десятков порций горячего кофе. Приятный подарок получили как пешеходы, так и водители. Подробнее расскажет Максим Яковлев. После длинных ноябрьских выходных вкатываться в рабочую неделю можно только с кофе. Именно так посчитали работники Реа Владнюс, которые совместно с кофе-машин провели необычную акцию. Ранним утром специалисты раздавали горожанам бесплатные горячие напитки. Свой бодрящий стаканчик американо получали как пешеходы, так и водители. Таким нетривиальным способом издание Владнюс не только порадовало жителей, но и отметило свой день рождения. 22 года – это значимая дата, и цифра такая красивая. У нас специальные наклеечки, здесь есть такие вот. Владнюс, 22 года. Утро начинается с хороших новостей. Такую кофейную акцию журналисты портала проводят уже второй год подряд. Первый раз горячие подарки от издания настолько удивили горожан, что те стали рассказывать об этом в соцсетях. Об бодрящей инициативе вскоре прослышал весь Владивосток. В этот раз десятки порций кофе вновь попали в руки приморцам, которые от неожиданности расплывались в улыбке. Информационная агентства Владнюс отмечалась в 22-летие. Мы хотим, чтобы каждое ваше утро начиналось не только с кофе, но и с хороших новостей. Приятного дня. Спасибо. Неожиданно. Иду на работу. Спасибо, ребята. Очень приятный сюрприз. Выходные были позитивные, хорошие. Все отлично. Сейчас с кофейком еще не попрились. Стоит напомнить, что «Реа Владнюс» образовалась еще в 1997 году. Ежедневно в ленте новостей этого агентства размещается информация о самых важных и интересных событиях из жизни города, края и даже страны. Сегодня издание входит в топ-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. У тигров и леопардов в Приморье появилась новая охраняемая территория. Полтора года кропотливой работы и новый заказник для сохранения краснокнижных кошек, амурского тигра и дальневосточного леопарда готов. Он расположен на территории пограничного и ханкайского районов края. Его общая площадь 83 тысячи гектаров. Создание заказника дает возможность краснокнижным животным Приморья, в частности амурскому тигру, беспрепятственно переходить из Поднебесной на территорию России и в обратном направлении. Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия земель у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. Отметим, что в настоящее время в Приморском крае с учетом создания заказника «Комиссаровский» насчитывается 11 особо охраняемых природных территорий регионального значения, 10 краевых заказников, а также один природный парк. А также в рамках празднования 20-го юбилейного дня тигра центр «Амурский тигр» передал службе охотничьего надзора Приморского края 10 новых внедорожников УАЗ «Патриот» в исполнении экспедиции для нужд инспекторов краевых заказников. Губернатор Приморского края решил отдать в хорошие руки шесть щенков породы Акитаину. Глава региона опубликовал на своей странице в инстаграм-пост, в котором рассказал о своем намерении найти шести щенкам заботливых и любящих хозяев. Щенкам уже полтора месяца от роду. Это умные, ласковые и игривые три девочки, три мальчика. Выбирать семьи для щенков Олег Кожемяка будет через социальные сети. Главное условие, чтобы у будущих хозяев был свой дом, так как содержать собак этой породы в квартире не самая лучшая идея. Для того, чтобы получить четвероногого друга, всем желающим предлагается написать свою просьбу в комментариях под постом или в директ губернатора. Напомним, в прошлом году Олег Кожемяка также раздавал щенков породы «Марема амбрутская овчарка». Тогда два пушистых детеныша отправились в семьи из Лозо и Арсеньева. Приморцев приглашают принять участие в фестивале кино и видеоискусства «Смотрифест». Прием заявок уже стартовал. Проявить себя в своеобразном конкурсе смогут как профессионалы, так и новички в видеоиндустрии. В конкурсе смогут принять участие видеографы, операторы, режиссеры, а также видеоблогеры края. Возраст и опыт участника не имеет значения. Чтобы принять участие, достаточно направить авторские видеоработы, соответствующие одной или нескольким номинациям, в адрес оргкомитета. Видеоролики оценит профессиональные жюри, а авторы лучших получат дипломы и призы. Работы принимаются по 14 номинациям. Среди них такие, как короткометражный игровой фильм, анимационная работа, музыкальный постановочный видеоклиф, фильм о приморском крае, фэшн-видео, видеорепортаж. Торжественное награждение и показ работ финалистов состоится 6 декабря в 19 часов в кинотеатре «Океан». Заявки принимаются онлайн на портале «Кино Приморье» до 24 ноября. А середина ноября во Владивостоке пройдет под эмблемой хризантемы. Именно этот цветок является гербом нашей соседки – Японии. 16 ноября в Приморской столице откроется юбилейный 5-й фестиваль японской культуры во Владивостоке. Сам фестиваль запланирован в рамках программы «Японская осень». Основное действие развернется во Дворце культуры железнодорожников. Организаторы обещают концерт группы исполнителей на национальных инструментах «Кимоно-шоу» – мастер-класс по приготовлению анигири, показательные бои на мечах, а также косплей-шоу. Весь день в залах Дворца культуры 16 ноября будет проходить демонстрация короткометражных фильмов, работ японских старшеклассников. Откроются фудкорты ресторанов японской кухни Владивостока, мастер-классы по сёге, го, каллиграфии. Гостей праздника также ждет выставка японских автомобилей и даже дегустация национального напитка «Сакэ». Вход свободный. Футбольный клуб «Луч» провел выездной матч с командой «Томи». Приморцы в итоге потерпели разгром. А вот хоккеисты-адмирала, которые также играли в гостях, смогли победить Ярославский локомотив. Этой игрой моряки завершили выездную серию. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч», будучи на выезде, встретился с командой «Томи». Приморцы после длинной безвыигрышной серии жаждали голов, поэтому обстреливали хозяев со всех сторон. Но как и вратарь, так и удача Томичей были на месте. Наш соперник в ответ тоже проводил неплохие атаки и в итоге смог первым открыть счет. На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Во втором тайме «Тигров» огорчили вновь. После удара Казанкова мяч срикошетил и довольно нелепо залетел в ворота. 2-0. Желто-синие хоть и не опускали рук, однако реализации не хвастали. А вот Томь использовала шансы по максимуму. Так уже на 76-й минуте после быстрой контратаки хозяева увеличили отрыв. Ну а спустя еще несколько моментов «Тигры» уже терпели настоящий разгром. Практически идентичный предыдущему мяч залетел в ворота и ознаменовал победу томской команды. 4-0. В принципе, голы-то пропустили чистые свои ошибки. Тут каучев винить. Не приводящие ни к чему. В центре ошибаемся, убегает, разворачивает, забивает. Ну как это, без чем объяснить. Только в голову из футболиста залезет, какое решение он принимал в этой ситуации. После поражения «Луч» опустился на 16-е место. 9 ноября «Приморцы» проведут последний домашний матч в этом году. Во Владивосток приедет «Нефтехимик». Хоккеисты «Адмирала» также отыграли насыщенный матч на выезде. Приморцы встречались с «Локомотивом». Ярославская команда первой открыла счет в конце стартового периода. Моряки, недолго думая, через пару минут вернули равные цифры на табло. Отличился «Стрельцов». После перерыва хозяева остались в меньшинстве. Владивостокский клуб этим воспользовался и теперь уже сам вышел вперед. Но и «Локомотив» быстро вернул должок. В середине периода «Сидоров» сделал 2-2. На этом двухсторонняя перестрелка закончилась, и игра пошла под одним флагом. А именно под флагом «Адмирала». Моряки не разрешили больше хозяевам забивать, в то время как сами. Сначала закатили третью шайбу, хитрым броском отличился Вихарев, а затем и вовсе добили ярославцев концовки. В третьем периоде «Приморцы» усилиями Гутузова и Юнга смогли забить еще два гола, последний из которых залетел уже в пустые ворота. 2-5 победа «Адмирала». Хорошие создали тоже по игре моменты, забили большинство. В целом, содержанием игрой доволен. Хороший такой перед паузой, хороший такой задел был небольшой у нас был. Две игры выиграли последние, хорошее настроение, мы едем домой. Все, спасибо, рад за победу. Следующий матч «Моряки» проведут уже дома. 15 ноября «Адмирал» будет принимать финский «Йокерит». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Трагедия на рейде. На грузовой палубе танкера «Залив Америка» в порту находки произошел взрыв. Почетные гости. Главную базу Тихоокеанского флота впервые в истории посетил боевой корабль ВМС «Мьянмы». Праздник народа. Фестиваль «Мы едины» прошел во Владивостоке 4 ноября с участием звездных гостей. Подарки от именинника. Информационное агентство «Владньюз» отметило день рождения раздачи горячих подарков жителям города. Губернаторские щенки. Олег Кожемяка решил отдать в хорошие руки шесть щенков породы Акидаину. Видеобитва. Приморцев приглашают принять участие в фестивале кино и видеоискусства «Смотрифест». На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное. Владивосток. Владивосток.